всем привет у нас снова такой странный видеоформат сразу к делу мы выезжаем с 58 километра не удивляйтесь мы едем по встречной проблема в том что на нашей полосе пешковской развязки на пересечении с м10 вот прямо здесь сейчас мы будем переживать еще не готовы деформационные швы забегая вперед ну я уже проехал эту дорогу еду в обратную сторону забегая вперед могу сказать что это единственное место где нельзя проехать по основному ходу автомагистрали на участке до 97 километра дальше там совсем низкая готовность и вообще не уверен что они успеют сдаться в этом году мы приезжаем два пункта взимания платы слева тот что будет на выезде сторону москвы справа то что на въезде соответственно тот что на въезде маленький всего четыре проезда в сторону москвы их 9 сами площадки у пунктов еще не готовы нету отбойников вообще много чего нет но тем не менее сама система оплаты готова автоматы стоят завернута в пленку ну и так мы проезжаем сейчас что это у нас это по моему первый савеловский пруд и сразу же за ним путепровод который соединяет савелова с дачным массивом солнечный слева здесь такое поле здесь парадром вот но едем не быстро потому что на дороге все еще есть все еще ведутся работы людей сейчас немного основная причина в том что сейчас 6 утра да я всю ночь здесь катался снимал было очень красивое небо я думаю что вы посмотрите эти фотографии вот много где не хватает небольших участков отбойного ограждения хотя в целом все готово немножко удивляет после скат и после шестого этапа небольшое количество искусственных сооружений уж в этом месте на обходе городов на обходе солнечногорска и клина казалось бы что должно быть много местных дорог мира съезды-разъезды но нет как-то вот при проектировании умудрились положить трассу так что искусственных сооружений не очень много много где не хватает элементов в шумозащитном ограждении причем как-то странно и выборочно то есть в основном есть но с дырками видимо это видимо они оставлены для того чтобы можно было как-то подъезжать выезжать выходить и работать на той стороне но еще раз повторюсь основной ход готов целиком вообще мне сложилось впечатление что дорогу хотели открывать к чемпионату мира но и все для этого делалось но в какой-то момент решили что нет не успеваем давайте все сделаем до конца и полно это у нас путепровод на пересечении с дорогой на снопово или на снопово не знаю вот так что то я запутался да все правильно слева площадка для отдыха в минимальной степени готовности готовятся сейчас под асфальт делают справа за шумозащитным экраном идет проходит соединительная дорога от м-10 к пятницкому шоссе дорога дубинина обухова вот сейчас мы переезжаем мост через не помню но вот около моста типичная вещь ведутся работы по локальным очистным сооружениям полосам почему-то по всей дороге ведутся работы по именно этим очистным сооружениям то ли их решили делать позже то ли собирались в июне пустить без них но очень везде вот основная недоделка это вот локально очистные сооружения в основном в остальном все более-менее работает света не было хотя вот в принципе уже за несколько недель до пуска его стараются на ночь включать и потому что тестируют и работают с ним да и в принципе работают круглосуточно это что сейчас здесь нету большого скопления строителей это связано лишь с тем что этот участок практически готов а мы будем подъезжать к развязке на съезде на ему гу или на я могу не знаю как правильно не нашел в википедии ударение вот там конечно количество активности гораздо выше очередной путепровод это пересечение с пятницким шоссе здесь будет развязка с пунктом взимания паттержей не будет она уже есть ладно переедем на другую сторону все-таки по своей полосе ехать как-то приятней таких разрывов оставлено еще несколько видите что путепровод не окрашен на некоторых даже нет еще перильных ограждений на самих сверху ведутся работы по гидроизоляции там много вообще чего не доделано честно говоря мне кажется что некоторые даже еще не пущен здесь такая интересная развязка вот видите есть съезд в сторону москвы и есть такой полуклевер ну полуклевер классический как в мясном бору да вот с этой проблемой пересекающихся потоков но здесь есть еще и развернутый лепесток то о чем не только я хочу чуть-чуть о чем все неоднократно говорили вот видите нужно и встречку словить здесь сделали оба варианта и вариант внутреннего лепестка и вариант развернутого наружного сделано это для того чтобы машины работающие на обслуживании автомагистрали могли разворачиваться на этом съезде и это единственный такой съезд где сделан ну по камере я других таких не видел где сделан такой сделан развязка по такому же варианту весном год бару я там уже пять или шесть раз проехал это конечно просто абсолютно я считаю это ошибка и ошибка которая может стоить людям жизни там очень опасный съезд он сделан очень неудобно когда выезжаешь машина оказывается под таким углом что ты не в зеркало не видишь и и через боковое стекло ты не видишь то есть ну абсолютно такой вот неудобный здесь еще ведется работы по площадке отдыха здесь уже пристали повыше видны сваи для фундамента под шумозащитные экраны сваи пока только-только забиты никаких оголовков ничего то есть должны нужно сбить оголовки поставить опалубку вязать арматуру потом заливать бетон это он должен набрать прочность по-хорошему только потом можно устанавливать шумозащитные экраны а это все требует времени каких-то сверх сооружений на этом участке нет есть выемки они не очень большие высоких насыпей тоже нету достаточно скромно по сравнению с тем шестым этапом или даже спусковым который 15-58 вот местами видно что дорога построена давно уже на откосах такая добротная трава выросла видно что дорогу уже мы ли скорее всего но мы ли это значит к открытию мы ли дорога чистая грязь есть только на тех участках где сейчас работа придется помыть еще раз ограждение вот диких животных есть не везде я вам наверно потом покажу вставочку которую я остановился вчера вечером снял интересный сюжетик здесь но я его вставлю в том месте когда мы будем приезжать в то место где было снято вот опять мы приезжаем скорее всего это лосы да это локально чистые сооружения вот их как будто просто решили позже пристроить их достаточно много и они все в низкой стадии готовности пока у нас тут скучный участок немножко расскажу в целом про дорогу тут люди пишут комментарии и сразу же появился в первый день после открытия комментарий о том что кто-то проект тот написал что проехал за час 45 мы посчитали это получается средняя скорость выше двухсот километров в час не хочу даже комментировать хочу сказать что уже были замечены треноги на дороге единичный случай но тем не менее уже были замечены хотя в целом в целом движение спокойное никто не летает когда едешь 130 тебя просто проект можно проехать со скоростью 130 километров в час там 100 километров тебя никто не обгонит вот в целом конечно движение такое 110 130 фуры идут чуть медленнее чем 110 фуры превышают массово потому что для них максимальная скорость здесь 90 так на горизонте появился еще один путепровод он интересный не знаю чем связано это если не ошибаюсь это дорога покровка погорелого елизарова если мы посмотрим слева то увидим что он достаточно длинный то есть он не выходит на насыпь сразу как остальные не знаю для чего оставили этих несколько там дополнительных пролетов там три или четыре там лес ничего такого не проходит никаких газопроводов я не видел я не знаю вставлю ли я сюда картинки как сделал с прошлым шестым этапом честно говоря у меня и картинок не особо много с этого места ну попробую в общем когда приедут это подумаю а вот 0 так здесь мы видим что не хватает опять же ограждение вот эти животных вернемся к вопросу по скорости были комментарии что кто-то проехал за час 25 но это это знаете и мне это напоминает историю из фильма такси 3 где там самом начале такси и обгоняла скоростной поезд такая своеобразная такая нативочка железных дорог франции вот и это там интерпретировалась как невозможное как что-то невозможное вот у нас же всерьез люди начали гоняться сапсанами ну я хочу напомнить этим людям что сапсан едет от вокзала до вокзала и для того чтобы проехать обогнать сапсан вам нужно проехать шестьсот восемьдесят четыре километра в километра ну примерно за два два с половиной часа поэтому можете просто положить болт на эту идею и успокоиться так впереди у нас еще один путепровод честно говоря по моему наверное все таки эта дорога покровка погорелова или зара а там было местный какой-то путепровод видимо соединяющей дачи еще один момент интересный все говорят о протяженности 684 километра и везде официально заявляется на самом деле мы забываем вычислить обычно те самые 15 километров которые находятся на территории москвы вот здание центрального телеграфа и дом кат вот по факту протяженность дороги 669 километров вообще меня очень удивило что появилось много вопросов в комментариях по поводу почему с 15 ну все мы знаем что нулевой километр находится между красной и манежной площадями на самом деле это не совсем нулевой километр это памятник памятник который туда в одну ли в шестом году по факту нулевой километров традиционно находится у здания центрального телеграфа вот именно здесь я встретила семейку лосей причем они были внутри ограждения все не прошли через разрыв в районе локальных очистных сооружений и потом долго не могли выйти было уже темно к сожалению поэтому фотографии получились так себе хотя то есть у меня было время я спокойно встал приехал достал штатив вот потом пришлось немножко этих лосей погнать в нужную сторону чтобы обратно отправить их в лес ну все успешно в общем операция прошла успешно лоси были возвращены в лес в целом вот это первый раз когда я видел лосей на этой дороге медведей видел лис, зайцев, кабанов да вот лось первый раз ну вот еще еще одна вещь на которую строителям еще предстоит обратить внимание это трансформаторные подстанции не все по крайней мере площадки у них не везде доделаны ну вот опять локальные очистные сооружения и впереди видимо эта площадка отдыха еще честно говоря здесь на шестом этапе я вот прям прям все знаю и где какой километр и пориентируюсь там то здесь я вот ну даже теряюсь на каком мы километре там какой путевровод проезжаем так примерно знаю там но такого что прям наблюдал там с нуля и до открытия такого конечно здесь нет обратил бы еще внимание что разметка везде нанесена есть небольшие участки без разметки но так она везде есть а это вообще последнее что делается обычно на дороге был что его кто на или но везде 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 с Все москвичи в качестве примера платной дороги говорят о пусковом комплексе М-11, то есть 1558, где консессионером выступает северо-западная компания, и где достаточно дорогой проезд, он дороже, чем, наверное, ну только обход Одинцова дороже, чем вот этот 1558 участок. Так, мы подъехали к Большому кольцу, Московское Большое кольцо А-108, здесь слева была база, слева же пункт взимания платежей, здесь уже традиционная развязка в виде полуклевера. Да, я ездил по этому путепроводу, он уже на 100% готов, уже даже, видите, знаки стоят какие-то, это тоже отдельная история про них. Фактически мы в данный момент объезжаем Клин, впереди будет еще один путепровод на пересечении дорогой Клин-Суворово-Латошино. Он здесь совсем недалеко, вообще, в принципе, участок совсем небольшой, 39 километров, по меркам М-11, да, предыдущие запустили 217. Вот опять слева у нас локальные очистные сооружения, и справа тоже в низкой степени готовности. Река Липня. Мы ее переедем еще один раз, чуть позже. И опять, видите, локальные очистные сооружения, опять, не готовы. Несколько раз меня спрашивали о судьбе железной дороги Клин-Высоковск. Честно говоря, вот, если бы специально не стал искать, никогда бы не нашел. Я вообще не... ну, то есть, понятно, что она там полузаброшенная, молодеятельная, но на самом деле, вот так вот, если все сказать, как есть, то она просто заброшена и уже давно. Там прямо из рельсошпальной решетки растут большие деревья уже, и если бы я не приложил усилий, я бы ее бы никогда не нашел. Если бы строители не вывернули, не сложили рельсошпальную решетку рядом с автомагистралью, то, честно говоря, я бы до сих пор был не уверен, есть она и нет ее, и куда она делась. Так, вот эта дорога надотошена, 49К-92-53. И сразу за ней вот такой небольшой холм. И в этом... в нем была сделана выемка. Отсюда не видно, наверное, да, закрывают шум защитный экран. Слева сложная рельсошпальная решетка, вот через разрывы видно сейчас. Сама железная дорога тоже была в выемке. Выемка засыпана, поэтому ее существование вообще ничто не напоминает. Пришлось спуститься там. Ну, она выглядит как канава просто. Чтобы там найти какие-то остатки рельсов, то надо спускаться и лазить по кустам. Все, мы подъезжаем уже к выезду. Вот слева сложены опоры под ограждение от них и животных. И вот тоже еще много где нету. Система автоматическая... Автоматическая система управления дорожным движением. Вот консоли под нее стоят. Но экраны не смонтированы. И вообще они монтируются в последнюю очередь. Уже после того, как дорогу открывают. На шестом этапе их до сих пор нету. На четвертом, который открыли... Четвертый это обход Торжка. Его открыли, если не ошибаюсь, 15 декабря прошлого года. Экраны уже появились. Я обратил внимание, что ведутся какие-то работы на шестом этапе у трансформаторных подстанций. Причем такие строительного характера. Могу предположить, что там монтируют опоры под базовые... Ну, под антенны сотовой связи. Все, мы подъезжаем к выезду на Ямугу или на Ямугу. Здесь выезд... Хотели организовать в две полосы. То есть без путепровода. Потому что он совсем не готов. Даже отсюда видно. Нет ни насыпи, ничего. Просто пока... Выводят насыпь к самой бетонной конструкции. Видно, что этот съезд расширяли. Потому что немножко... Асфальт здесь отличается. То есть основная часть это щема. Это щебеночно-мастичный асфальт. А вот слева чего-то немножко так на метр расширили чем-то другим. А разрыва-то в ограждении не было по центру. То есть если они хотели четыре полосы вывести сюда в две, то и, наверное, отбойник надо по центру убирать. Собирать или открывать этот путепровод, честно говоря, не очень понятно. Вот. Ну, время покажет. Ну, главный вопрос, когда? Ну, вот, мне кажется, это вопрос чисто организационный. Потому что, в принципе, если очень надо, можно открыть и через пару дней. Но если все доводить до ума, то это месяц работы. Может, три недели, не месяц. Вот. Здесь нет отбойного ограждения. Но его... Все зависит от того, будут открывать. Путепровод или нет. Непонятно. Вот. Так, я что-то не обратил внимания. Здесь было четыре выезда или пять. Но в любом случае, для основного хода это мало выездов. Поэтому пока не достроят участок до Мелкого, в Тверской области, здесь могут быть затор. И может быть даже какие-то пробки. Все-таки, даже если их и пять, и они смогут три пустить на выезд, то все равно это маловато. Особенно с учетом того, что пока еще люди не умеют ездить через пункты взимания платежей и устраивают. Там такие вещи, что просто, ну... Я видел, как одновременно три полосы встало. Просто возникли какие-то проблемы с оплатой сразу у трех человек. Это было в Мясном Бару, где то ли пять, то ли шесть полос. И уже это вызвало трудности. А что здесь будет, если обе полосы встанут? То все. Мы едем сейчас по соединительной дороге. Это уже не М-11. Тем не менее, это автомагистраль. Так, мы сейчас выезжаем на путепровод над железной дорогой. Не знаю, я не ездил здесь, но, вот честно говоря, в моем понимании, здесь переезжаем железную дорогу и потом сразу поезжаем на М-10. Видите, раннее утро, все, самосвалы уже работают. Знак автомагистраль заканчивается, да, значит, автомагистральный участок. Да, это железная дорога. С левой стороны. Ну, я выйду, посмотрю. Что здесь, да как. Ну вот, так. С левой стороны. Мне кажется, что они просто откроют движение только по одной полосе пока. Потому что там еще бетон и не ограждений, не швов. То есть, ну там, работайте, работайте. Так, мост через речку. А, это липня снова, наверное. И впереди мы уже видим выезд на М-10. Еще хотел бы отметить, что в двух местах есть дефекты по основному ходу. То есть, просел асфальт. Причем, если на основном ходу такая просадка не очень большая, то вот здесь вот на этом соединительном есть прямо такие два, вот прям, не знаю, такой инвертированный лежачий полицейский. Так, что у нас здесь на развязке? Слева, справа съезд в асфальте. Слева еще щебень. Так, сейчас встречечку пропустим. Да, по-моему, остальные съезды уже в асфальте. Ну, очень быстро сработали по этой развязке. Я был здесь месяц назад. Здесь еще насыпи не было. Я проезжал по объезду, который вот был на этом месте, вот прямо на котором я сейчас еду. Все это фактически с нуля построено за месяц. И раннее утро, смотрите, машина уже стока. Палубка стоит под фундамент для шумозащитных экранов. Откосы еще не укреплены. Тут работать и работать. Сам не покрашен? Нет. Покраска тоже заткается. Не краской намазать, это процесс. То есть надо отполировать, подготовить, зашпаклевать и только потом красить. Все, мы выехали на М-10. Вот тут вот справа ставятся шумозащитные экраны. Прямо на месте этих экранов стоял знак. Населенный пункт Емуга или Ямуга. Куда его дели, не очень понятно. Ну все, дальше ничего не интересного. Едем как обычно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok